Олег Ас. Я обещал вам рассказывать об интересных коллекциях, и сегодня мы увидим именно такую коллекцию. Можете заглянуть у меня за спиной. Эту коллекцию собрал довольно известный коллекционер Остап Бойко. Вот Остап интересен тем, что он был первым, кто в Украине открыл музей мотоциклов. До него были попытки, были какие-то микс музеи, а вот именно музея мотоциклов не было. И сейчас Остап нам покажет свою коллекцию и расскажет об опыте, как тяжело ли создавать музей мотоциклов, насколько это хлопотное дело и какие результаты из этого получаются. Мы находимся во Львове, в Украине, поэтому я перейду на украинскую мову и буду балакать с Остапом именно на украинский. Остапе, каким чином ты пришел до идеи собирать мотоциклы? Ну, идея фактически базовалась на том, что я член родины, родины клуба «Зас Козак». И в клубе всегда была думка реализоваться не только как организация людей, а и как организация техники, соответственно, чтобы создать музей. Враховывая, что процесс затягивался и не произошел так быстро, как бы хотелось, я просто хотел попробовать сам это сделать. И, соответственно, в 2014 году я бы сделал часть своей коллекции «Невеличкий музей на улице Башкевича у Львова». А вот как выникла идея саме створить музей мотоциклов? Вот этого же никто не делал в Украине. Было, скажем так, боязно это делать? По-перше, я делал это не сам. Не было страшно, потому что рядом было несколько однодумцев, которые помогали. Там Ростик, у меня есть коллега, который мне много помогал с техникой. Тут у меня есть Михаил Лупий, который тоже приклался до реставрации техники. Когда мы знали точно, что мы хотим это сделать, потому что просто держать эту технику в любом месте, это не было никакого смысла. Мы хотели сделать именно музей. Единственное, что выникало, нюансы с документами, потому что досвиду в кого-то взяти не было. А нормативных документов в Украине фактически, они то есть, но они существуют, как всегда у нас, с бюрократичным перебором. Поэтому мы пошли простейшим шляхом. Мы это сделали как на приватного предприятия, который представляет свою коллекцию. Вы достаточно стартовали. Было много публикаций, сюжетов. На следующий день, кем ты себя почувал, когда это произошло? Я вляпался, что там почувал. То есть ты понимаешь, что ты что-то сделал. Шлях, вроде бы, видишь, но что дальше с этим шляхом делать, четкости не было. Единственное, что было понимание, что нужно настолько грамотно разобраться с той ситуацией, чтобы понимать, как дальше двигаться. Не просто сделал, на второй день став и, вроде бы, уже процесс продолжается. Единственное, что шкода было, что процесс закончился просто по банальной причине, что нужно было звольнити помещение. Больше примещений придатных, или вольных, или доступных у Львови просто не снижилось. А вы были у арендованного примещения? Это было даже арендованное примещение, скажем так, на достаточно вигидных условиях. Просто человек надала примещение при условиях, что пока он не найдет арендаря, а минимальный термин был рік, я могу там себе перебиваться. Если я способен платить соответствующую аренду, я оставлюсь. Музей, соответственно, не даёт таких прибуток, чтобы платить такую аренду. До речі, перед открытием музея был какой-то бизнес-план, вы что-то рассчитали, он будет окупаться, возможно, на коммунал или что-то, какие-то цифры рассчитали? Да, опять же, человек, фактически. Мы рассчитали, потому что нам нужно было действительно цей коммунал покрывать, но мы не знали ничего. Ни входного квитка цени, ни с кого брать эти деньги, ни с кого не брать. И, соответственно, было несколько хибных кроков, потому что мы думали, что гидов зацикавят этот музей, и они будут проводить каких-то зацикавших людей. И, соответственно, мы, когда стартовали, это был один старт, а уже когда пришли до реальной работы, мы понимали, что нужно начать все с нуля. То есть, собрать коллекцию и презентовать – это одна работа, а працювать уже как бизнес-проект, до чего мы фактически не были готовы, это было и Макши. Тем более, что, на жаль, сталося так, что есть люди, которые тебе помогают в певный момент, а есть люди, которые просто сбоку стоят и смотрят на ситуацию, а ты где-то на них трошки и надеешься. Минув, например, месяц работы музею. Что вы тогда увидели по бухгалтерии? Насколько это, скажем, выкликало цикависть у львовян, у туристов? Вот, какие цифры принес первый месяц? Ни-яких. Цифры не приходят сами по себе, с ними нужно работать. Чтобы цифра тебе началась показывать какую-то динамику, чтобы вы понимали, для того, чтобы на неделю до меня пришло там какая-то кілька людей, я вихідні проводил в центре. Я ставил дві машины, дві-три машины, ретро-машины на певных локациях, с певной информацией, з улетками. Что я сам рассказывал. И начало все працювати десь через пів года. Когда уже больше працювало сарафанное радио, больше уже працювала доступность информации между мотоциклистами. Потому что мне приятно вспомнить, что из Луцка на Явах приехали хлопцы, потому что знали, что есть такой музей. А в целом ты не можешь прораховать все, потому что ты еще не знаешь, каким образом и до какой аудитории ты должен подступиться. До речи, какая была аудитория? Это туристы, это львовяне, это дети из школы. Кто были основные уведомщики? Тут как раз основные уведомщики это были все. Крема подяка мне сейчас, с плином часу, это для мам, с пацанами. Чему-то дивно была такая ситуация, я удивился, что приходила мама и хлопец. Можливо, хлопец не был достаточно каким-то бензином в крови, как говорят, и мама хотела ему немного подлит. Это одна категорія. Другая категорія – это старшие люди, которые приходили по ностальгии, подавиться на старые явы, на старые риги. И третья категорія – это одиницы вчителей, которые реально хотели привезти детей на реальную локацию. У меня был упадок, когда я на открытом воздухе заводил мопед и давал каждой дистине из класса погазать на том мопеде. После чего я почувствовал фразу от учительки. Вы знаете, возможно, вы сделали так, что кто из этих детей больше никогда в жизни не сяде и не погазует. Сегодня это был, возможно, первый и последний раз. Но это приятно почути, поэтому эта разнообразность этих людей, она как раз показывает, что нужно пробовать, охопливать все категорії. Все версты, все категорії, потому что ты завжди в каждом, найдешь в каждом. Кожна людина старительно не є однобока. Вона хочет, чтобы у нее был ризный подход. Так само в музее нужно пробовать находить подходы для всех людей. До речи, мы только что смотрели, у вас тут много локаций. Это мы сейчас смотрим только первое. Мы еще пойдем смотреть другие локации и увидим, что интересы у Остапа достаточно разнообразные. Это должно быть в музее, что должны быть не только мотоциклы, а и велосипеды. Досвит показал з першого мого места з'явлено з вулицы Дашкевича, что и кого бы размер не был музей, и каких бы не было в нем экспонатов, мае бути знов таки кілька и локаций в том числе, потому что живой проект приходит родина, батько хочет мотоцикл, дитина хочет систи на самокат чи на велосипед дитячий, а мама хочет подивиться на старую мясорубку. Все, люди уже охоплены, нехай все мають выйти с позитивными эмоциями. Не має бути так, что выходит, что я ничего не увидел, что женщина виходит невдоволена. Поэтому эти локации, как с моего досвыда, мусять быть. Сколько проработал музей саме у Львови по часу? Если не помиляюсь, это было двух лет, я точно так не зафиксировал. А есть плани створить этот музей в новом месте? Или пока что это остается в виде такой закрытой приватной коллекции? Давайте обратим внимание на то, что сейчас в мире неприятная ситуация для музеев, для группы людей. Скажу честно от себя, что, нехай никто не ображается, меня больше все-таки теперь по досвыду цікавить відвідувание такой локации группами людей. Чему, чтобы не ображалось? У меня было очень много людей, которые приходили по-едине, но нет вопросов. Но я могу больше дать группе, а чтобы я дав группе, я маю сам быть как экскурсовод. Потому что в у меня были случаи, когда люди приходили просто сама, и второй раз приходили уже, когда я был. Или кто-то достойно мог описать ситуацию. Поэтому, чтобы сейчас сказать «так, я хочу снова создать музей», это нужно очень хорошо подумать. Чтобы все было, чтобы все было, чтобы все было, чтобы все было, и чтобы все было, и чтобы здесь я мог бы хладно вести. Потому что все-таки я тут даю много своего здоровья, денег, семьи тут часто мне помогают. Это нужно, чтобы все произошло. На данный момент, все-таки, основная задача – это зберегать. Просто зберегать. То есть музей – это не только, скажем так, фетиш какой-то, это самая много энергии он занимает, да? Два примера. Когда тут еще не было такой ситуации, которую вы видите, тут было все на купе. Мы, когда сюда заходили с сыном, мы часто сидели тут и 10 минут сидели и готовились до старта, потому что мы понимали, что это, ну, не много, там, 20 минут техники притянуть из места на место. И оно забирает очень много энергии. Я говорю, сгадывая проведение мной экскурсии, я реально дякую вчителям в школе, потому что я сидел после экскурсии, я 20 минут отдыхал. Ты настолько хочешь это отдать и знаешь, что сказать, и когда ты стоишь перед группой людей и видишь, что тебя слушают, это приятно. И когда они тебя услышали, и ты знаешь, что они вышли из какой-то информации, а информация поляга в том, что ты человеку рассказываешь про историю техники. Я думаю, что тяжело разобраться в ситуации, когда ты сюда попадаешь и не понимаешь, когда ты в залу попал, но для того, чтобы хотя бы создать вид, что мы находимся на экскурсии, хочу просто заакцентироваться на несколько одиночках. Допустим, это МЗ. Ценители мотоспорта, особенно мотоспорта, не просто мототехники, знают эту модель. Но, враховуючи панетичность немецкую, они еще любили проявить увагу до себя ознакомлениям на этих крышечках бензобаку, которые показывали, в которых руках этот мотоцикл принимал участие в трофе-рейдах. Мотоцикл фактически в оригинале, единственное, что кто-то догадался его перепшикать в какой-то певный колор баллончиком. Хотя заводится мотоцикл на полном ходу. За ним сразу видим результат совсем несподіваної реставрации. Это Минск, сделанный в стиле ярмбомбинг. Что это означает? Это когда берутся две старые вещи, в данном случае это был мотоцикл, и вязаные вещи, которые уже пошли в утиль. Ты размотаешь нитки, и этими нитками обвязываешь ту старую речь, и получается в тебе речь сбережена, а в таком стиле. Тут, до речи, порядка стоит еще недореставрована, потому что не может двигаться найти Виктория 1936. Но она такая относительно Виктория, потому что в таком состоянии я купил этот комплект. Но есть определенные моменты, которые позволяют что-то пробовать на ней искать и что-то найти. Что это самое есть, потому что еще сбереглись родные знаковые, какие-то сфарбованные элементы. Так же, когда еще с предыдущего своего музея я любил вспомнить представителей радянско-захидной такой экспансии – это Вятка и Тула. Очень хорошие одиночки техники, но история говорит, что обидвие эти одиночки были абсолютно с точностью передавших захистских и итальянских производителей. Шкода, но вся наша техника, фактически, это наследование чем-то сахидным. До речи, еще хочу обратить внимание, один из самых старых экземпляров на этой территории – это швейцарский причип 44-го года. Это причип загального использования. Почему загального? Так, потому что он чиплялся до мотоциклов, до машин, до любой техники, а в том числе и до… Тут, около той будки, стоят два дышка и до коней. До речи, сразу видно, что Швейцария, потому что имеет свое гальмо, которое работало сугубо только вручное гальмо, которое работало только на этой причине. Вот задавал у них вопрос. Кажет, слушай, у тебя тут мотоциклы, а где тут взялись велосипеди и мопеди? Дуже классное вопрос и очень простая ответственность. Что такое мотоцикл? Мотоцикл – это велосипед с мотором. С чего все началось? Был велосипед. Людина хотела вдосконалитись. Хотела, чтобы он ехал немного быстрее и более автономно. Людина вчепила, как на примере, вот там, вы правильно снимаете, дырчик висит первый возле стены. Это яскравый пример велосипеда с двиганием. С чего все и начался, вот этот переход от велосипеда на мотоцикл. Мала кубатура, маленькие колеса, маленькая рама. А потом с часу оно все обрустало, как говорят, мясом. Грубшие рамы, больше мотори. Но у Остапа мы видим не только мотоциклы, мопеды и велосипеды, а еще и автовки. И довольно интересные. А какая мета этих локаций? Мета очень простая. Вернемся к тому, что я участник клуба «Зас Козак». Совсем недавно придбанял. Зараз будет видно в кадре «Запорожец Горбата», который с этого года святкует свое 60-летие. Наступный – это «Опель Кадет». До речи, интересный, потому что это версия 1.2.34. Это первая версия «Опель», которая передала К-38, который вышел уже в 1938 году. «Зас Козак» все прекрасно знают. «Зас» 965-й, украинский автомобиль. 400, третий «Москвич» на полном ходу. До речи, призер кількох виставок в Польши и в Львове. Машина на чудовом ходу. Дуже завжди з вдячностью згадую попереднего власника. Это, скажем так, симбіоз «Опель Капитан». «Азад» невідомо який, але машина просто была врятована от порезки на металобрукте. Это, напевно, дитящее мрие. 21 «Волга» в стиле кабриолет. «Газ-69» в полном оригинале, кроме «Тенту». И тоже на полном ходу. Единственное, что он тут перед стовбом стоит, выехать не может. Теперь уникальный «Запорожец», потому что на этом «Запорожце» люди ездили за зайцами по окружающих полях. Но я хотел учить сына на чом-то ездить, и для того мы купили этого «Запорожца». Это тоже врятована техника из металобрукта. Просто не могу видеть, когда машину лизают на бейню. «Трабант» – это интересная немецкая машинка. Был свой час. Великое желание ее реставровать. Но запах, который она выделяет, просто вызывает всю охоту до таких вещей. Эту машину «402» мне просто подарили. Людина просто стояла на подвижении и говорит, або забери, або поедешь на металобрукте. «407» куплено для того, чтобы реставровать и сделать какой-то хотрот, а машина только помальована. И детали, что сейчас ждут своего времени. «Серенка» – это данная польскому автопрому. Очень интересная машина, но с теперешним доступом до запчастей нереально что-то мне из нее сделать. Ну и моя любимая машина – это «Рено 4», с которой у меня все началось. Это самый массовый французский автомобиль, который выпускался в 30 странах мира. И это тоже любимая машина теперешнего папы римского. Потому что на этой машине у меня фактически началось коллекционирование автомобилей. Я эту машину в свой час побачил просто випадково в Черногории. Эта машина там, как у нас велосипед, незаменима в любом месте життя. И нажать зараз тут отсутня именно там машина, на которой я езжу. А последние 10 лет мое ретро-життя проходит в таком машине. У Астапа – это не последняя локация. Мы обнаружили здесь еще вот такую вот коллекцию довольно интересных велосипедов. И зависли тут, наверное, минут на двадцать. Но, как у настоящего коллекционера, у Астапа есть своя тайная комната, куда он согласился нас пустить. Но попадем мы туда только в следующей серии. А пока давайте посмотрим дрифт в исполнении сына Астапа. Субтитры создавал DimaTorzok